Когда спасатели нашли Энни, дожди в Луизиане лили уже несколько недель подряд. Двор, в котором она содержалась, больше напоминал огромную болотную лужу. Энни уже с трудом удавалось найти участки земли, которые не успела покрыть вода. Из-за сильнейших ливней реки начали выходить из берегов и была большая угроза наводнению, поэтому многие люди эвакуировались из своих домов, бросая там своих животных. Волонтеры и любители животных искали брошенных и бездомных собак и котов, чтобы доставить их в приют. Вот только приют быстро стал переполненным. А это значило, что кто-то из животных должен был попасть в список на эвтаназию. Об этой ситуации узнали многие спасательные организации, которые решили прийти на помощь этому приюту. Среди таких организаций была и Stray Rescue of St. Louis, куда попала Энни и несколько других песиков. Всех песиков, прибывших в Stray Rescue, осматривал ветеринар. У Энни были обнаружены сердечные черви и искривленные задние лапки. Но больше всего их беспокоило ее моральное состояние. Энни очень сильно боялась людей. По ее поведению было понятно, что она не знала, что такое ласка и любовь. Она была так напугана, что даже отказывалась от еды и воды, говорит Натали Томпсон, волонтер из Stray Rescue. К счастью, волонтеры сумели найти ключик к ее сердцу. Им оказались мягкие игрушки, в обнимку с которыми Энни спала каждую ночь. Мы перевели ее в наш главный офис, чтобы она могла видеть и контактировать с другими собаками и людьми. Ее личность начинала расцветать, говорит Натали. Как только Энни поправилась, ей сразу же отыскали новую семью. Лиза Нельсон потеряла год назад свою любимую собаку и с тех пор готовилась к тому, чтобы принять песика из приюта. Увидев Энни, она тут же влюбилась в нее. Я лежала в постели и просматривала ленту новостей. Увидев фотографию Энни, мое сердце начало биться чаще. Я тут же разбудила своего мужа и сказала ему, что завтра мы примем ее, говорит Линда. Звезды сошлись и кандидатура их семьи была принята в качестве новой семьи для Энни, которую теперь назвали Анди. Кажется, она еще никогда не была настолько счастливой. Теперь у Анди есть новый дом и даже два сводных брата, которые также были спасены из приютов. Никто точно не знает, что именно произошло с ее лапками и почему они деформированы. Но главное, они не мешают ей получать удовольствие от жизни. Она долгое время может лежать с открытыми глазами. Кажется, что она не может поверить в то, что теперь все будет по-другому. В такие моменты я подхожу к ней, накрываю пледом и начинаю массировать ее задние лапки. Анди просто светится от счастья. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.